Доброе утро! Как вам кажется, есть тут причинно-следственная связь или нет? Ну вот Порошенко, он всегда умеет, ну или Вальцман, не знаю, как его называть. Лучше давайте будем его назвать. Говорит, почетным называйте меня Вальцманом, а по нечетным Порошенко. Вот так получается следующая картина, что он как бы умеет очень хорошо перехватывать инициативу. И говорит, не пахал, не сеял, а все собирает под себя, все плоды. Умеет забирать чужое, то, что чужими выращено, кровью полято и потом. И Порошенко и его окружение, они очень хорошо поняли, что это же не блокада, это объективный процесс. Это объективный процесс противоборства украинского народа с московским кремлевским агрессором. Но как бы ни было, во главе режима в Кремле находится Путин. Это объективная реальность. Почему у него в голове, что ему надо поддерживать вот этих недоумков в этом анклаве Луганско-Донецком, вот этих маргиналов, которые там типа провозгласили себя вождями, да? То есть почему он ставит таких, как Захарченко, Плотницкий, Путин на одну доску с собой, да? Вот это для нас загадка. Но это надо тем, может, Сурков, Вайна пусть разбираются, что там у Путина в голове, Медведев и так далее. Может, Навальный разберется. Поэтому для нас ясно одно, что это линия фронта. А раз линия фронта, то есть с той стороны находится агрессор, захвативший нашу территорию, то как можно с агрессором торговать? Никак. Никак. Невозможно. Это оккупированная территория. Там российские войска. Какая разница, как они одеты и в какой форме они, во что они наряжаются. Добровольцами они называются, или там какими-то мирными людьми, или зелеными человечками, или там отпускниками. Но это российские войска. И кусок границы сегодня Россия захватила украинской, правильно? И она, мы не контролируем этот кусок. Вот если бы мы взяли под контроль полностью украино-российскую границу, тогда все было бы нормально. Тогда мы говорили бы, что вот есть какие-то, и продолжались бы там военные столкновения после этого, тогда можно говорить, что там есть какие-то другие люди, которые вот в середине Украины хотят военными методами вести, нарушая Конституцию, вести войну с теми властными системами, которые сегодня есть. Вот поэтому само слово блокада даже нельзя использовать. Оно неправильно. А какое правильное? Правильное, что есть линия фронта. И через линию фронта не могут ходить ни туда, ни обратно эшелоны с любой продукцией. Не могут. И люди не могут через линию фронта так просто. Не может быть на линии фронта пропускных пунктов. Не может быть. Ну как же, Олег Игоревич, ну что же нам, вообще отрезать эту территорию, что ли? Ну, не отрезать, ее надо освободить. Порошенко с чем приходил? Помните, бил себя в грудь, там рубашку до пояса расстегивал, там, как говорится, показывал все, что у него есть на груди. Вот. Вот. Помню, как у Брежнева тоже там ордена висели. Ну вот. Так Порошенко что нам рассказывал? Он говорил, вообще, что его избирали? Он поговорил, что он освободит территорию. И Крым освободит. Кричал там в Одессе, там, когда первая годовщина была, вот эта война идет, все. Вот. Парады делал, помните? Парады. Порошенко делал парады. Порошенко и военный парад. Это вообще совместимые вещи. Я понимаю, вот шоколад и Порошенко. Это я понимаю. Вот это, как бы оно, и то оно плохо совмещает, но уже съел такой шоколад и все, потом на кладбище. Ну, это такое дело. Так, Игоревич, ну что же вы уже совсем нападаете на президента-то? Я не как бы президент. Ну, Янукович тоже был президент. Ющенко был президент. Вот Ющенко нашел свое призвание, да? Он начал этих пчел выращивать, медом заниматься. Вот это самое классное, что он может делать. Он командует пчелами, они ему подчиняются, все. У него все хорошо. И какая-то польза от человека есть. То есть, вот кто нашел, кто ему что нравится. Вот Порошенко может в самом деле, может ему вот шоколад нравится. Почему бы ему, кстати, чего бы ему не открыть в Африке пару фабрик Рошена. Там тогда ему сырье возить и не надо было, какао бы. Сразу бы там выпускал шоколадные батончики. Троллите, троллите вы посделали. Поэтому я себе думаю так, что раз ты говорил, что ты освободишь, он же говорил, освобожу территорию от оккупантов. А как же с оккупантом можно тогда, если он занял нашу территорию, торговать? Невозможно. И все же знали уже три года назад, что оттуда уголь брать нельзя. И металл оттуда брать, и нравится, не нравится. То есть, три года было у всей этой власти поганой, да, которая в Кабмине сидит, там, щеки надувают Гройсманы, да, там, вместе с Яценюками и прочими. Вот. Так вы что, не могли там министр даже, что у нас типа энергетики есть, да? Ну, конечно, есть. Он даже не типа настоящий министр. Калушем когда-то командовал, да? Типа мэром был, в руки начинал, кстати. Говорит, не важно, как начинал, главное, чем кончил. Или, говорит, как вы, говорит, да? Или лучше продолжил. Говорит, кончаю регулярно. Так вот это так и у него. Все время донбасским углем кончает. То есть, ты что делаешь? Ты что, не знал, что у тебя уголь находится на оккупированной территории? И говорят, украинские предприятия. Ну, а вообще-то они типа вроде как и украинские, но в общем-то же и не украинские. Это Шахметово предприятие все. Шахта-Засядька, это Звигильского. Звигильский на минуточку типа народный депутат сидит. Вот. И таких же там народных депутатов много у Бойко сидит, в ОПО-блоке. И в БПП, кстати, тоже. Поэтому это не совсем украинские предприятия. Это частные все предприятия. И обогатительные фабрики, и шахты, и так далее. Поэтому, естественно, но они в оккупации находятся. А раз они находятся в оккупации, значит, они на сегодняшний день захвачены врагами. Неважно, как враги называются. Плотницкий, Захарченко, Гиви, Моторола. Как говорится, упокой Господи душу их, да? Но это враги. А как с врагом можно торговать? Как объяснить тем матерям, родителям, женам, детям, чьи папы, мамы, сыновья погибли на фронте? Они же нас защищают, люди. Погибло, ну, даже официально больше 11 тысяч человек погибло. Ну, может, значительно же больше. Первый период, там вообще неизвестно, сколько погибло наших патриотов, националистов. Раненые десятками тысяч, уже в Киеве переполнены госпиталя ранеными. Уже Днепропетровс переполнен, Днепр, да? Другие, Харьков, там и так далее, которые с линии фронта. Так, а им как объяснять тогда, за что они воюют? За что жизнь отдают, здоровье, кровь проливают? Уже почти в каждом, ну, практически в каждом городе Украины есть погибшие. Уже мы приближаемся к цифре, когда на Восточном фронте погибло от рук российских агрессоров, сегодня уже почти столько же, сколько во всей афганской, советско-афганской войне. Это, Люда, ну, представьте себе такие страшные цифры. И люди гибнут каждый день. А что, а Порошенко, там прочие, там всякие говорят, там, Тука, кто такой-то Тука? Говорят, что он вообще там барменом работал где-то тут в Киеве лет 10. Ну, это детали, важно, что там. Нет, детали, это я понимаю, по Ленину говорит, каждая кухарка может управлять государством. Я понимаю. Вот когда ставят бармена, официанта, уборщицу, проститутку, секретаршу во главе страны или министром, тогда получаются всякие недоразумения в этой стране. Ну, Олег Акрич, то есть, получается, вы поддерживаете вчерашнее решение РНБО о том, чтобы полную блокаду... С самого начала тех людей, которые начали вещи называть своими именами, я всячески выступал за это, что на линии фронта не может быть никакой торговли с врагом, агрессором. Поэтому то, что удалось поднять народное движение в тяжелейших условиях противодействия правящих кланово-корпоративных группировок, в том числе тех, которые возглавляет лично Порошенко и Яценюк и так далее, и наконец они поняли, что их сметет волна народного гнева, и они таким образом приняли решение РНБО о том, чтобы прекратить временно любые поставки продукции с оккупированной территории в Украину и с Украины в оккупированную территорию. Но надо идти дальше. По-любому надо вводить визовый режим с Российской Федерации. Ну, по-любому. Во-первых, это причина, почему нам не дает Европейский Союз до сих пор без виза. Потому что они понимают, что с Белоруссией и с Россией у нас идет огромная инфильтрация разных сюда элементов, в том числе агентов российских и белорусских спецслужб. Это объективная реальность. Введите визовый режим. Ну, надо говорить, может быть, и о том, ну, торговых уже практически отношений с Российской Федерацией уже почти нет. То есть все уже уменьшается, уменьшается. Я думаю, в этом году, может быть, что и двух миллиардов не будет. То есть если мы газ не будем покупать и уголек не будем, последняя цифра, что оказывается, кто-то в Украине, вот ДФС дала, да, все-таки как бы там ни было, посадили Насирова, да, вот, но факты остаются фактом. Они же дали цифру. Почему они ее раньше не дали, пока Насиров был на свободе, что кто-то ж купил почти на 250, а может и больше миллионов долларов с оккупированной территории угля завез в Украину. Ну, может, министр бы энергетики рассказал бы Насалек. Когда это? За 16-й год. А, за 16-й год. Ну, ничего ж себе. А за 15-й? А за 14-й? А кто это его завез оттуда? А сколько потом оружия закупили на эти деньги? А сколько людей, украинцев убили? Целый город Авдеевка уничтожен, Широкино уничтожено и другие наши города уничтожены. То есть что получается? Что тогда поступают деньги, это же с Украины поступили деньги. Стоят на коленях, просят у МВФ, да, говорят, денег нету, а в это время мы не знаем, насколько миллиардов долларов была торговля с оккупированной территорией. И куда эти деньги пошли? То есть, с одной стороны, они делают Украину, Порошенко, Гройсман, Яценюк, Турчинов, делают с одной стороны нас должниками, перед МВФ, Америка, Европейским Союзом, просят дай, дай, дай кредиты, которые украинцы будут отдавать. В этом году только надо 9 миллиардов долларов отдать будет кредитов и процентов по ним. А с другой стороны, они, как говорится, торгуют с оккупированной территорией, поддерживают врага, который каждый день убивает украинских граждан. И это являются руководителями страны. Ну вот, Олег Игоревич, смотрите, получается, что решение РНВО было принято, оно было реализовано, буквально через несколько часов все дороги были заблокированы. Но, тем не менее, люди, которые блокировали, сидели на рельсах и там создавали свои какие-то городки, палаточные, да, они ведь не ушли. То есть, они остались. И вот милиция выкладывает периодически, что бывает даже столкновение с правоохранительными органами и так далее. Вот, как вам кажется, на этом этапе конфликт между людьми, которые начинали эту блокаду, и властью исчерпан? Или он будет каким-то образом продолжаться, подогреваться и так далее? А мы же не знаем, на самом ли деле, если уйдут блокадники, те, кто народ, да, какие бы они ни были, но они часть нашего народа, они граждане Украины. Поэтому не надо нам сказки рассказывать, что там у кого-то что-то нашли, или он там где-то сидел, оттуда вышел или не вышел, какая мне разница. Важно то, что он сегодня стоит и не дает врагам сегодня получать деньги, чтобы убивать украинских граждан. Вот это самое лучшее, что может только быть. А мне не важно, кто он есть и вообще, кем он был. Мне важно, что он не дает возможности торговать кланово-олигархическим группам Порошенко, Гройсманом, Яценюкам, Турчиновым и прочим всяким с оккупантами. Вот это самое главное. Это же должны делать вроде бы как типа и полиция, и милиция, и кто там они еще, как они поназывались, национальная гвардия. Они должны только этим заниматься. Набрали за американские деньги, и американских инструкторов, их тренировали, да, создали вот эти все структуры, которые сегодня борются с украинцами. Ну и как могут быть украинцы, финансируют национальную гвардию, полицию типа, да. Какая полиция? Это еще хуже, чем было у Януковича. Беркут и вся остальная, это птичья бригада. Вот, всякие рептилии, да, кобры там были, беркуты там летающие, плавающие, ползающие и так далее. Ребята, назвали теперь это все полиции. А по сути это все земноводные репталоиды остались. Как были, так и репталоидами остались. Только главный репталоид поменялся с Януковича на другого. Вот и вся разница. Так, мы платим военный налог, что народ забывает? Военный налог платим с каждого, платим, правильно? Еще раз подчеркиваю, 11 миллионов пенсионеров платят, если они работают, а не работать пенсионер не может, потому что он на пенсию не проживет, сразу сдохнет. 15% платят с пенсией налога. Все молчат, ну просто, как будто всем какие-то эти самые, такие шапки есть у хасидов, Кушма называется или Кучма, не знаю, вот я все думаю Кучма или Кушма. Всем понадевали и все как будто ничего не видят, ничего не знают, как обезьяны. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Народ, так что же вы молчите? Нас грабят, за наши деньги бьют тех, которые защищают украинскую нацию, украинское государство там на фронте. И при этом говорят, что они самые те, которые нас бьют и грабят Аваков. Кто такой Аваков? Кто он такой? Откуда он взялся? А что он, когда был Янукович, Виталию сбежал? Ну если храбрый, что Виталию сбежал? Боролся бы тут с Януковичем, что ж тогда с ним не боролся? Значит, когда Янукович был, он сбежал, а теперь прибежал и хочет стать диктатором. Так, как-то не складывается это все. Кубики. То есть я считаю, что если уйдут те, которые сегодня в блокаде, я уверен, ночью пойдут снова эшелоны. Потому что Порошенко никогда правду не скажет. Никогда. Он не выполнил ни одного обещания. Это все мы знаем, можно интернет посмотреть. Все, что этот человек обещал последние 4 года, ничего не выполнил. Ни без визы нету, ни освобожденных территорий, ни гривней по 8, чтобы гривня была 1 доллар, 8 гривен, 10 гривен обещал. Ни то, что будут получать по 1000 гривен наши солдаты за один день. То есть все обманул. Обманул ему ложь, как воду пить. Он не может не лгать. И население, нация не может терпеть во главе лгунов. Если нация терпит человека, который все время лжет на посту президента, значит это не нация. Это сбеговиська. Это биомасса. Если биомасса, только биомасса может терпеть человека во главе страны, который все время врет и не выполнил ни одного обещания, которое давал, под которое его избирали. И если при этом в средствах массовой информации все, кто там выступает и говорит, знают, что главное лицо врет, и при этом те, кто говорит правду, не пускают, везде сидят смотрящие от Порошенко на всех телеканалах, значит это не нация, это не государство. Значит оно еще не созрело. Значит оно должно еще идти через кровь, через страдания. Значит это просто карнавальная сбеговиська. Потому что нация не может терпеть, чтобы во главе стоял брехун, человек, который живет только своей мыслью о своем богатстве, о своем бизнесе, который не выносит критики, который не может, чтобы был плюрализм мнений, который ничего не делает для страны, который делает только для себя и своей семьи. Не могут дети президента учиться в Великобритании в закрытой частной школе. Ну он богатый человек, Олег Григорьевич, он до этого был богатым человеком, и он может себе это посмотреть. Так можем списочек посмотреть заводов сахарных, которые их порезали, чтобы богатый человек Порошенко стал богатым человеком. В 90-х годах я не видел богатого человека Порошенко. Я был советником Кравчука и Кучмы. Я не знаю богатого человека Порошенко и его папы. Я знаю, что его папа был в других местах сидел. Это мы знаем. Мы знаем, что Порошенко бегал как кролик и питался всем, что под ноги попадет. Это мы знаем. То есть Порошенко же я знаю, как говорится, с молодых его зубов, потому что у него еще и когтей тогда не было. Понимаешь, это же потом это все выросло. Кто такой был Порошенко? Кто такой был Пинчу? Кто такой был Медвичу? Кто они вообще были? Кто такой был Ахметов в те времена? Ребята, давайте же посмотрим их родовое дерево в конце концов. Олег Григорьевич, далеко уйдем. Но давайте вы мне скажите, вы считаете, что на сегодня политический кризис, который, казалось бы, зарождался, вот честно, создалось впечатление такое какое-то, ну если хотите, даже опасности, которое витало в стране. И вот вам кажется, политический кризис исчерпан? Нет. Вот с введением этого. Потому что вчера президент сказал, что я не подарю досрочные выборы тем, кто хочет досрочные выборы. И он называл конкретные силы, которые он считает, что это рука Москвы. Но на самом деле, согласно социологическим опросам... Тогда вся страна у нас рука Москвы. Согласно социологическим опросам, половина населения Украины хотела бы досрочных перевыборов. То есть ничего тут удивительного нет. И это, наверное, в нормальном демократической стране. Но вот когда президент сузил это вот до политического, вы считаете, что он считает... Вы считаете и считает ли президент, что конфликт исчерпан? Это не конфликт, это противостояние. Ну тогда противостояние. Это фактически... Смотри, вот по сути, основная часть населения за эти три года вообще стали бомжами. У нас... Ну вот я сегодня шел к вам по улице, иду, 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 мужчина старший идет с палочкой, и молодой. И старший говорит, что вот сын ему звонил, у него две дочки, и тут видно, как говорит сыну, говорит, молодец, что у тебя две дочки, говорит, не останавливайся, продолжай. А тут говорит, папа, я с удовольствием продолжил, еще сына хочу, говорит. Но, говорит, нечем кормить, говорит, детей. Вдумайтесь, то есть это на улице просто, люди говорят в Киеве об этом, нормально одеты и все. То есть довести людей, что они уже не могут увеличивать свою семью, потому что им нечем кормить детей в Киеве, потому что человек говорит, так нет же нормальной работы, сын отцу говорит. Представляешь? По телефону. То есть, да это же Порошенко нас довел до этого состояния, есть же конкретные люди. Это Гонтарева, это Гройсман, это Яценюк, это Турчинов, это БПП, это Удар Кличко, это Народный фронт. Ребята, людям кушать нечего. Это не просто один говорит, это все говорят. Пойти по Киеву посмотреть, сколько людей бедных, сколько голодных. Киев же вообще превращен, как уже это африканский город, это же уже не европейская столица. Ну, это вы преувеличиваете, Олег Григорьевич. А что я преувеличиваю? Вы видно, надо ходить больше по улицам. Где народ купчиц это собирается? Жрать нечего, люди, он вот сегодня шел, мусор выбрасывал в контейнер, а там двое ковырялось, ищут остатки для себя и пьют. Вчера вот возвращался, там в Мукачеве был, сын Балоги мэр. Ну, хоть бы вышел Балога со своим сыном, посмотрите на этом вокзале. Раньше времена были, хоть на троих соображали, теперь на двоих. Это, наверное, благоденствие поднялось. Двое молодых хлопцев, бутылку так шух-шух распили нефтяной ретификат на двоих. Нормально, Григорий? Отлично, Константин? Отлично. То есть, ребята, вы что делаете? Вы же в Балога, да, там, поедет рядом, Нейрхаза находится, посмотри, сына повези своего, племянников там повези, братьев. Посмотри на Нейрхазу, посмотри на Мукачева. Твой же город, там же жуть какая-то просто, свалка какая-то возле вокзала. Это ж стыдоба полная, так так же везде. Тут тебе этот Кличко Этинзон тоже уже только думает, как это забрать Ивана Франка улицу, он, я уже год квартиру продать не могу, все полностью парализовано. Только брокеру скажу, брокер исчезает, потому что никто, все боятся купить квартиру. То есть, у нас же рынка нет, у нас социализм, военный социализм. Что сделала группа Порошенко? Они построили модель военного социализма, монополистического типа, во главе с группой, которая, я же еще раз говорю, народ, задумайтесь, когда водку не пьете и не курите. Называется страна стационарного бандита. Бандиты не могут, они слышали, говорят, с коррупцией борются. Бандит, для бандита украсть, это как воды попить. Он не может не воровать. Бандит не может не выходить и не разбойничать. Это его внутренний стиль жизни, это его генетика. Если он не украл, это как клептоманы, клептократы, он не стырил. Значит, день прошел зря. День прошел для бандита зря. Он не выполнил свою задачу. Так как для крестьянина, для фермера, он что должен делать? Землю пахать, зерно сеять, убирать урожай, продавать. Это для него реальное состояние. Тот, кто кофейню открыл, а к нему приходят все время эти рэкетеры и говорят каждый день, а чего ты, давай деньги, что ты тут стоишь, все. Понимаешь? То есть тот приходит грабить, а человек, который открыл кофейню, он торгует кофе. Тот, кто открыл ресторан, он хочет повар, там готовит еду. Официанты. Вот состояние бандита. Поэтому как бандит может с коррупцией бороться, расскажи мне. Бандит не может с коррупцией бороться. Вообще нет понятия коррупции. Коррупция это следствие. Это следствие того, что бандит ворует. И поэтому он ставит на государственные посты, сколько бы ни сажали людей, он ставит на государственные посты того, кто будет ему каждый день с государственного бюджета воровать. И тут никакие тебе борьба с коррупцией, ни США, ФБР, ни ЦРУ, ни Европейский Союз, никто не поможет. Пока бандиты будут при власти. А что порождает бандитизм при власти? Называется общественный строй, называется социализм. Социализм плюс бандиты или бандиты плюс государственная собственность, получаем социализм. У нас уже мало, хотя у нас больше половины банков-то, собственно говоря, в государственной собственности. Почему половина? 60%? Да, ну почти 60%. То есть у нас же все государственное, у нас идет о государствовании. Ну, в банке вот так. То есть банковская сфера, что такое банковская сфера, процесс воспроизводства. Процесс воспроизводства без предпосылки банковской сферы происходить не может. У нас она государственная. Значит, у нас государство, а государство в чьих руках захвачено? Бандой. Кланово-корпоративными группами захвачено. Вот вы так говорили про режим Янукович, Олег Игоревич. А сейчас вот опять? То были дети. Оказывается, мы думали, что это были крокодилы. Нет, вот сегодня пришли настоящие драконы. То есть оказалось, что то были дети. Азаров просто был этот самый пионер с песочницей по сравнению с ними. Барабанщик. Ты понимаешь? Я думал, что то были. Я думал, Кучма главный. Нет, оказывается, Кучма, это, так сказать, почти как этот самый, как император Солнца был у нас. А оказывается, только сейчас началось. Я себе представляю, если вместо Порошенко придет Аваков, что тогда начнется. То есть мы идем к периоду, когда сейчас Аваков, смотри, как он окормляет Порошенко. Он ему рассказывает. Это новое слово, окормляет. Да, что все будет хорошо, Петр Алексеевич, мы все порешаем. Смотрите, я вам этого привел, как его, князева на нацполицию. А тут и Амбройскина нашли где-то, да? Кто такой Амбройскин? Кто такой Тука? Где они их находят? Где этот склад с этими мумиями? Какие египетские пирамиды там они раскопали, саркофаги каких-то там нашли? То есть, смотри. А Амбройскин говорит, я вам решу все вопросы. Петр Алексеевич, все решу. Дайте только парабеллу и добро, и патроны к нему. И начинается. Смотри, Амбройскина поставили зам на этой полиции. Сразу начался конфликт. Значит, кто-то приказал, кто-то приказал бить народных депутатов, да? Кто-то выставил эту так называемую полицию национальную за наши деньги. Кто-то бандитов переодел в форму национальной полиции. Это же бандиты, это же понятно. Кто-то бандитов ввел в Святое Святых Верховный Совет. Но они не бандиты, они официально правоохранители. Какие они? Вот мне слово нравится. Как они? Правоохранители. Правоохранители. Внутренние органы. Это мы так далеко пойдем, Олег Игоревич. Внутренние органы вроде как у человека, да? А они какие внутренние? Они толстая кишка, там, или какие они? Или мочевой пузырь. Они какие правоохранители? Они что охраняют? Вы вот думаете, сыроед уволят или нет? Я считаю, что... БКП вчера вот в Народный фронт регуляет ставки. Сыроед вчера классно показала, как на лакмусовом, знаете, папир. Она проявила ситуацию. И сразу змеи как зашипели, подняли головы. Да, взвейтесь, соколы, орлами. Говорит, пароль. Говорит, орел. Не орел, а сокол. Проходи. Вот. И потому что было развитие процесса. А сыроед им раз и всю эту самую, как говорится, музыку их поганую закончила. Сыроед очень правильно поступила. И я говорю, что, ребята, пятая статья Конституции, народ жирело Влады. Власть узурпировали мятежники. Порошенко ведет себя как мятежник. Аваков чистый мятежник. Только, Олег Игоревич, к чему не призываем. Ни к чему. Нет, мы же говорим про пятую статью. Про пятую статью можно. Мы же говорим пятая статья, правильно? Пятая статья, да. Конституции. Мы же по Конституции живем. Да. Всегда. Там написано, если кто-то пытается узурпировать власть, он узурпатор. Вот вчера была попытка узурпации власти. На сегодняшний день у Порошенко социсследования что показывает? Сколько ему народ доверяет и видит его президентом? 5 процентов. Ну, может быть, даже до 10. Ну, может, до 10, да, говорит. Не всякая птица перелетит в Днепр. Это мы знаем, да. Ну, до середины Днепра дает. До середины он еще долетает. Ну, треть где-то, да, берет. Там, где у него остров, там тоже ж у него маята кельдида, да? Так, смотри. Получается следующее. То есть Аваков вчера попробовал осуществить, вот несколько дней шло, осуществить мятеж. Ну, он же от кого-то получил добро. Правильно? Почему вы думаете, что вчера была попытка осуществить мятеж? Открытое уже было. Готовился захват власти. И поэтому они так зашипели все на сыроед. То есть она что сделала? Она закрыла сессию. Значит, был расписан какой-то сценарий дальнейший. Поруби, как всегда, удрал, да? Нет, он официально находился на заседании РНБО. На заседании РНБО, да. Ну, лучше официально. Официально, да. А что он там делал? Он член РНБО. Член. Многочленки. Вот. То есть получается, что фактически сыроедно это дело прекратило. И значит, был какой-то процесс развития. Может быть, должны были зайти какие-то люди, Верховные Советы, его захватить. Может, был готов товарищ железняк с пулеметом. Ну, может, надеемся, что все-таки нет. Олег Горячков как-то жестко нагнетается ситуация. Но так и есть. Так и есть. Нравится нам Поросюк. И нравится. Но он молодец. Ну, молодец. Но слава Богу, что у него есть силы, и у его семьи это делать. Какая разница мне, какие у него мотивы? На сегодняшний день получаются такие, как Поросюк, Семенченко. Мы не знаем, кто им платит. Мы не знаем, платят им, не платят. Там говорят, Коломойский за ними стоит. Да какая мне разница, кто стоит. А самое главное, что они не дают установить диктатуру. Все. Но я не понимаю, почему, например, Добродомов, он встал на этот путь. А где Каплин? А где Балога? А где Наливайченко? А где Гриценко? Но они выступили против. Да не надо выступать. Вы выходите, как Поросюк. Берите автоматы и идите на блокаду. Вы хотите быть политическими лидерами? Будьте ими. Станьте ими. Идите с народом. Выходите, идите с народом. Пятая статья Конституции. Народ, жрело, влады. Власть у народа сейчас забирают. Ну, это, вот я еще раз нашим зрителям говорю, это не имеет никакого отношения к призыву смены власти и все прочее. Это совершенно, мы говорим на другую тему. А вот вы почему думаете, Алик? Да, ну так, когда Янукович был, я же тоже самое говорил. Да, это правда. Когда Кучма был, когда Амаранчо был, я тоже самое говорил. И про Ющенко говорил. Но если бурья. Ну, смотри, в Евангелии еще раз говорю, что написано. Не растут смоквы на Терновнике. Ну, не растут. Ну, Олег Игоревич, почему вы думаете, что идет усиление власти? Конечно, идет. Или сила какой-то авторитар. Приватбанк национализирует, а государство Лизы забрали у частных собственников. Ну, тоже спорный вопрос. Других 70 банков у частных собственников забрали. А почему банк Порошенко? Все банки разоряются, а банк Порошенко нет. Банк Гонтарева усиливается. Весь бизнес Порошенко усиливается. Все разоряются, уже есть нечего. А у него все хорошо. Значит, что-то неправильно в этом королевстве. Значит, это не капитализм. Люди собственности все лишаются. Становятся бедными. Становятся паупорами, маргиналами, люмпинами. А Порошенко и его семья становятся богатыми. Почему в тумбочке у Гройсмана пачки с долларами растут, а у нас с вами такой тумбочки у народа нет? Почему? Это же простой ответ тогда надо искать. Значит, неправильно создана система. Значит, репрессивная машина, которой командует Порошенко, она на сегодняшний день забирает у всех украинцев частную собственность. Люди без собственности становятся узниками концлагеря. Украина превращается Порошенками, Гройсманами и всеми остальными при поддержке европейской бюрократии. Американская уже бюрократия, Трамп этого уже не делает. Он отсоединился. Поэтому Порошенко стало так тяжело, потому что Трамп не хочет с ним встречаться. Президент вчера в интервью сказал, что отношения развиваются динамично между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Слово какое слышишь? Динамично. Ну, хорошее. От слова динамит. Помнишь, был такой фильм? Трое и собака, да? Собака бегала с динамитом, блин. А они варили в это время самогонку, да? Собака им все время хотела этот динамит. То есть у Порошенко тоже динамично развиваются. То есть он априори понимает, что уже динамит ему под его кресло подложили американцы. И у Трампа зажигалка от бигфордового шнура. То есть он ждет, когда Минофот скажет, поджимаем бигфордов шнур, где лежит динамит под креслом Порошенко. Чтобы у него динамично все развилось. В трубу полетит, в динамичную. Олег Игоревич, вот смотрите. Отношение. Видно было, что нашим западным партнерам было удивительное. Введение, вот так неожиданное, введение блокады. Причем резко, в течение нескольких часов. И вот мы увидели, что Германия резко отреагировала. Не, не Германия. Именно Германия. Не, не Германия. Там фамилия была. Ангела Меркель. Ангела Меркель. То есть Меркель отреагировала. Не Германия. А Меркель. Теперь второе. Ну, мы привыкли, да? Ну, я осталась четыре месяца. И через четыре месяца уже не будет Ангела. Теперь вот посол Европейской комиссии сегодня сказал, что мы не знали об этой ситуации. Мы будем требовать каких-то... Но это было для нас неожиданно. Мы будем просить управительства объяснение. Потом сделаем на основе этого какое-то заявление. То есть все были удивлены. Означает ли это, что президент Порошенко начинает играть свою игру, которая теперь не является игрой Запада. Здесь, на этой территории. И если да, то тогда на чьи силы он теперь будет опираться? Потому что очень долго все говорили о том, что вот президент, он ничего не решает, он только там ему звонят, там, уж пусть он не обижается, но действительно там многие что-то говорили, что ему звонят, там, Западу говорят, что делать. И вдруг совершенно неожиданно, ничего не согласовал, что очевидно, с нашими западными партнерами вдруг принимается такое решение. Вряд ли оно спонтанным было для президента. Очень хороший анализ вы сделали только что. Как говорится, не в бровь, а в глаз Порошенко попали. Вот, смотрите, вы правильно все сказали. То есть Порошенко очень чувствительный. Очень чувствительный человек. Поэтому он при всех... Вот вдумайтесь, человек со своим папой он ставал все более богатым при всех режимах. При Кравчуке, при Кучме, представляете? При Ющенко, при Януковиче, при Тимошенко. Он становился все время богаче, богаче, богаче. Он всегда был при власти. Это ж какой надо иметь чувствительный организм и там, где на кресло, чем садишься, и нос, чтобы так чувствовать изменение всех потоков. Как надо держать нос по ветру, чтобы все время выживать и при этом все время становиться все более отягощенным баблом? Это же какая изощренная выживаемость у субъекта. Какой приспосабливаемый животный организм. Так вот, он почувствовал, что если он не легитимизирует процесс блокады и не попытается этот процесс возглавить, то его сметет. Потому что ни у правительства, ни у Порошенко, ни у всех властвующих элит на сегодняшний день электоральной поддержки нет. все уже. Больше, реально, 62 трети населения требуют выборов. Все. Ну, плюс еще были в социсследовании последние проведены, что практически поддержка НАТО среди населения всего превысила 41%. А если считать тех, кто придет на референдум, то будет почти там 58 с хвостиком процентов. Так я говорю, ребята, давайте вступать в НАТО еще 10 лет назад. Так меня тогда сапогами бросали, митинги делали, там и свиные головы подбрасывали, кровью обливали дом и так далее. Так говорили, Соскин такой мерзавец и так далее. Так я же прав оказался. А теперь народ говорит, да, надо идти в НАТО, когда 7% территории отрезали и война стоит на Востоке. Так вперед, мозгами надо думать. Надо опираться на тех, кто мозги имеет, а не всякую шваль шоколадную на поверхность выводить. Так вот, вопрос заключается в следующем. Порошенко понял, что он блокадникам, лидерам проигрывает. И они быстренько возглавили процесс. Следующий у них был шаг отрезать, то есть стать лидерами блокады и отрезать всех остальных. И, видимо, вчера это планировалось, если бы Сыроед не закрыл заседание, ну, заседание вчерашнее. Планировалось нанести удар по всем блокадникам. И для этого закинули первую группу, вот эти прихвостники Порошенковские, закинули первую группу вооруженных военных людей в зал Верховного Совета. Надо за это отвечать. Потому что тогда, я же еще раз говорю, тогда надо пригласить Кахановского, надо ДУГ пригласить, и пусть они тоже войдут в Верховный Совет в здание, если эти ребята будут заводить представители разных форм камуфляжа. В Москве надо думать, что есть закон силодействия, силопротиводействия, физику учить надо. То есть мы подошли к моменту, когда планировался фактически мятеж и захват власти. Порошенко и использовался Аваков. Ясно, что Аваков играет в свою игру, и если бы вчера он получил полномочия, он бы Порошенко, как Гитлер, этого президента Гинденберга подушкой придавил на даче. Не будем это говорить. Поэтому понятно было, Авакова своя цель, и ему поставлена задача. Может, Порошенко это тоже понял, может, ему донесли, что его хотят тоже потом сначала он, а потом его. Поэтому они остановились. И сегодня мы увидели, что вроде как Дерховный Совет идет, работают, играют, там все по повестке дня и так далее. То есть практически поняли, дай бог, что поняли, что худой мир лучше хорошей ссоры. Но что сделал вчера по-любому РНБО? РНБО фактически сказал, что в Донецко-Луганском оклаве идет война, что есть линия фронта, и что там есть российские оккупационные войска, и их там поставил Путин. Вот это главное. Ясно, что ни Меркель к этому не готова, ни Европейский Союз к этому не готов. Потому что наконец-то становится понятным, что Минских соглашений нет. Минская площадка оказалась фальшивым. И это туда нас завел в Болото Минское, в Пинские болота, да? Вот, кстати, фамилия Пинчука откуда? От Пинских болот. У него предки жили на Пинских болотах. Поэтому он такой в виде шустрой. Еще и с Кучмой вместе с Кушмой. Так вот, что получается. Мы видим с вами, что Минского соглашения нет, потому что нет субъекта, с кем вести Минские соглашения. Потому что там вели с нами переговоры оккупанты, террористы, представители Плотницкого, Захарченко. А с террористами разговор короткий. Какой? Их уничтожают. В Израиле что делают с террористами? В США то же самое, мы же говорили, уничтожают террористов. Что во Франции с террористами делали? Бельгия что делает? То есть они сами террористов уничтожают, а нам говорят ведитесь с террористами переговоры. Но так же не может быть. Так же неправильно. Значит тогда мы говорим, что это люди, куклы, которых поставил Путин. Таким образом главный наш противник это Путин. Значит Путин должен определиться, что это наша территория, но как мы можем сделать, чтобы Путин определился. Есть документ, называется Будапештский меморандум. Там все прописано. И не надо нам мозги пачкать, что это типа был меморандум. Давайте берем меморандум Будапештский, берем Будапешт, приглашаем туда обязательно наших соседей Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, четыре страны, Вышеградские четверки, которым они соседи с нами, и то, что у нас идет война, это напрямую к ним относится. Берем туда гарантов, США, подпись стоит там, стоит президента, а Великобритания стоит, стоит, и примкнувшие Франция, и Китай, и Россия. Нарушили территориальную целостность, одна из гарантов стран России, нарушила. Они говорят, нет, это народ восстал. Какой же народ восстал? Давайте дадим Кахановскому задачу, Дуку, Азову дадим задачу Белецкому, чтобы он не обзывал, мужик, что ты Семенченко обзываешь? Иди туда, сделай блокаду, и потом обзывай Семенченко, возьми себе кусок фронта, и выходи туда. Ну, не нравится тебе Семенченко, ну и что? Ну, вы же делаете одно дело, если ты, конечно, с ними хочешь делать, тогда, не нравится, бери тоже кусок фронта, и делай то, что делает Семенченко. Тогда будешь нормально говорить, и не садись с ним на один гектар, возьми себе свою часть гектаров на фронте, и выйди на фронт, и там покажи, на что ты способен. Вот. Так тогда все понятно становится. И тогда наши добровольческие бригады заходят на нашу часть территории, исторически нашу, называется Стародубщина. Вот. Входят в Брянск, поднимают украинский флаг, и говорят, тут восстановлена наша власть украинской, украинской народной республики. Олег Игоревич, мы не призываем нападать на других. Нет, мы рассуждаем. Это называется стратегическое управление. Мы рассуждаем, мы строим сценарии с тобой. И вот мы туда зашли, наши люди зашли, и говорят, все, это наша часть земли. Сразу делаем референдум, и еще говорим каждому по 100 грамм водки и пончик. Все приходят, конечно, каждому выдаем по автомату, и все, и там уже у нас называется Украинская народная Стародубская республика. И я хочу тогда на товарища Путина посмотреть. Я хочу посмотреть, то есть, если мы начинаем, я просто, вот, казалось бы, абсурдная вещь, но фактически тоже же было сделано с Луганско-Донецким отклавом, разве не то же? То же самое с Крымским полуостровом не то же? То же самое. Так, товарищ Гарант, Российская Федерация, у нас с тобой еще не аннулированный есть договор о дружбе и партнерстве, где ты признал целостность нашей территории. Признал. какие нахрен референдумы? Какие кого референдумы? Если ты признал целостность, все, ты не имеешь права заходить на нашу территорию, ты не имеешь права поддерживать террористическую деятельность на нашей территории, а если ты это делаешь, то мы имеем право сделать то же самое. Но тогда нам надо одну вещь сделать, надо тогда переосновать Украину с посткоммунистической восстановить Украинскую Народную Республику. Олег Игоревич, ну об этом наверное глубже мы поговорим в следующий раз, а вот буквально три минуты у нас остается. Вот ваш прогноз, если можно, коротенький прогноз, и в него включите ответ на вопрос, будут ли закрыты в Украине российские банки? Банки будут закрыты. Я смотрю, пока у вас тут на сагайдачного еще почему-то не заложили. Так, без призывов. Ну я смотрю, везде закладывают, а тут что-то спокойно, почему так? Или они не знают, что на сагайдачного етьмана является такой. Вы еще раз повторите, раз пять, да? Раз пять, Олег Игоревич. Да, здесь стоит российский банк, это вообще непонятно. Продолжаем, продолжаем. Это что-то странное такое. Везде заложили, а тут спокойно. Так вот, я думаю, ну надо закрывать. Потому что, как ни странно, там наибольшее количество стоит украинских предприятий государственных, которые торгуют через российские государственные банки. Но этого не может быть. Нельзя делать этого с агрессором. То есть, все должно быть просто. Путин, убери свои войска с нашего куска кордона. Пусть туда зайдут украинские войска и возьмут под контроль этот кусок границы. Все. Больше нам. Кто хочет, пусть выйдет. Все. Больше нам от тебя. Ничего не надо. Только, чтобы не было прямого сейчас столкновения. Вот и все. И как только мы возьмем под контроль границу, мы же говорим, все, кто, как говорится, хотят быть в России, пожалуйста, уйдите в Россию. Мы же никого не хотим преследовать. Уйдите в Россию. Все, кто хотят быть в Украине, остаются в Украине. Все. Как только мы взяли контроль на границе, больше никаких проблем не будет. Мы же даже не говорим, что надо повесить Захарченко, Плотницкого и их бригады и все. Мы даже не говорим, пожалуйста, пусть уйдут на российскую территорию. Но давайте мирно восстановим контроль над границей, как написано это в договоре про дружбу, партнерство между Украиной и Россией. А потом начнем говорить про Крым. Давайте пока это сделаем. Вот, если мы это сделаем, тогда не надо вводить визовый режим с Россией, тогда не надо закрывать, будут их банки и так далее. Если это не сделаем, логика, мы увидели заседание РНБО такова, что российские банки будут закрыты, отношения с Россией будут прекращены, а это очень плохо все, это нехорошо, по-любому нехорошо. Фактически будет линия фронта, фактически мы выведем свои войска добровольческие тоже на российскую границу, разве захватили нашу территорию, мы должны войти на вашу территорию. Вы уже говорили. Фактически мы тогда перейдем, будет четко уже понятно, что должны быть перевыборы, однозначно должны быть перевыборы на другой базе закона. Надо взять, я еще раз говорю, должен быть принят закон про выборы, как на местные выборы, только там усовершенствовать его надо. Партии выдвигают своих людей по каждому округу, вот этот механизм надо взять. Отработать, там легко отработать, усовершенствовать закон выборов про местные, как были выборы на местных органы проведены. Надо по-любому провести эти выборы, надо по-любому проводить выборы президента, потому что Порошенко нелегитимный президент, объективно нелегитимный президент. Он был избран временно, поскольку до марта 15-го года не посадили Януковича, Янукович был жив, поэтому президентом после 15-го года Порошенко является незаконным. Поэтому надо легитимизировать власть, это будет правильно. Надо пройти через эти выборы, это будет для всех хорошо. Надо, наверное, делать круглый стол взаимного примирения, чтобы войны не было. Надо выработать механизмы между разными силами, полевыми, партийными силами политическими и Верховном Совете. Надо договориться, потому что если группы Порошенко и Яценюка Гройсмана не пойдут сегодня и Турчинова на компромисс, то их будут вырывать с корнем и с кровью. Но как иначе? Не будем обострять уже? Люда, мы говорим про объективный процесс. Вспомните, как начиналась блокада, вспомните, как начиналась революция достоинства. Ну, вспомните, вообще ничего не было. Один произошел щелчок и все. кто сказал, что сейчас такого не может быть? Когда вообще все напряжено. То есть, ну, надо же чуть-чуть подумать, как начиналась помаранчевая революция? Как начиналась революция на этом самом на граните? Да не я позовите. Тогда что же никто не думал, что это будет? Как начиналась национально-демократическая когда рук вышел с подполья? С черноволом? Черновол тогда вообще работал где-то этим самым кочегаром на какой-то топке. А потом стал лидером нации. То есть, Лукьяненко кто был? Вообще в тюрьме сидел. И как все это быстро произошло? То есть, почему Порошенко говорит, я не подарю досрочные выборы? А тебя кто-то будет спрашивать? Тебя кто-то будет спрашивать, когда гильотину поставят? Не, Олег Игоревич, давайте, но это не будем. Мы же говорим про другое, что нельзя думать, что ты что? Самый умный. Нельзя думать, что ты самый сильный. Нельзя думать, что с тобой это не случится. Пусть фильм возьмет, сядут все вместе. Гройсман, Турчинов, Яценюк, пусть посмотрят. Фильм называется Вендетта по-корсикански. Олег Игоревич, на этой ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу дискуссию. Спасибо вам огромное, что были сегодня у нас в прямом эфире. Я хочу напомнить, что Олег Соскин, профессор национальной академии управления, был сегодня у нас в гостях. Вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем наш прямой эфир и у нас уже в студии, я уверена, практически, следующий гость.